Welcome, 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 дорогие друзья! И у нас тут стрим в прямом эфире. Я на правах рекламы сразу же скажу вам, что у меня стартует челлендж по Лиге Легенд. Я сейчас сыграю 100 игр на европейском сервере на своем основном аккаунте, на котором будет проводиться челлендж, заключающийся в том, что я буду, сейчас экранчик вам покажу, играть на всех позициях под значком AutoFill. И по итогу 100 игр мы получим, соответственно, самую лучшую позицию мою, ну или так получится, что это будет лучшая моя позиция. Мы там сыграем с наилучшей наверняка статистикой, и вы можете участвовать в прямом эфире в ставочках на какую-то из позиций. И тот человек, который угадает, какая позиция будет лучше, ну, делая ставки, соответственно, тот получит от меня приз. Какой приз будем определять по итогу? Играть я буду в соло, чтобы не было потери, так сказать, честности этого эксперимента. Ну, это так, просто на правах рекламы было сказано. Ну, а сейчас, ребят, пока еще не начался этот челлендж, Riot'ы нам сегодня выложили 2 февраля лунного зверя. О, лунный зверя — это как какой-то порнофильм называется. Но нет, на самом деле это на страже порядка. Save the Celebration, Lunar Beast. Новый синематик от Riot Games. Я его еще не смотрел, поэтому буду сейчас смотреть с вами в прямом эфире. И будем его... А на что? Лизировать, правильно. Не аналлизировать, а анализировать. Тихо, не отвлекайте, я не смотрел его еще. Нам китайский квартал показывают, и там прилетел этот... А, да, надо сказать, что за лунный бист там. Лунный бист это связано с новыми скинами, которые выйдут. И, конечно же, с китайским Новым годом. Riot'ы... Ну, давайте скажем прямо, они подлизывают немножко китайской аудитории, потому что их очень много. И бабок оттуда очень много можно заработать. Особенно важно то, что у них сегодня же выходит Wild Drift официально. И я его смог скачать на телефон, наконец-то. Потому что, оказывается, в Латвии я его не мог скачать. Бета-тест был запрещен для Латвии. А вот как только игра вышла в настоящую версию, в интернет попало все, я ее смог наконец-то скачать. И как только челлендж может закончиться, обязательно Wild Drift поиграю. Но это как раз таки все в преддверии того, что для китайской аудитории важно вот эту рекламу запустить. Давайте посмотрим, что у нас будет за реклама. Это была Анечка, насколько я понимаю, ее скин, да? Да, Анечка поставила медведя своего. Алистар. Так, стоп, а что? Или давайте сначала, может, посмотреть полностью, чтобы впечатление было... Ладно, давайте впечатление, а потом будем перематывать. Алистар, Тони Старк. Почему Аня ест пельмени какие-то? А это кто? Кто в факу ты? Это, видимо, из Teamfight Tactics персонаж, да? Ну вот. Красиво. Красиво. Да. Ти-берс! О, Ти-берс вытащил. Из желудка. Атомную электростанцию маленькую. Как правильно пишет Сталин, 76 с локализацией не особо заморачивались. Соглашусь, ролик неразговорный, поэтому локализация здесь вообще никакая не была нужна. И все, да? Дальше там больше ничего не будет. Ну что, что у нас здесь показали? Скины показали и показали, наконец-то... Вот, знаете, мы все ждали этого мультфильма, который будет про Джинкс, про как раз-таки Пилтовер, про нижнюю часть Пилтовера, которая Заун называется. То есть такой гетто район Пилтовера. Мы все это ждали очень яростно в 2020 году. Должен был выйти этот мультипликационный сериал, ну или аниме-сериал, серийный. Но его перенесли на 2021 год. И почему мы его ждали? Потому что очень хотелось увидеть что-то по типу такого Марвелсовского противостояния, где каждый из персонажей будет обладать какими-то своими способностями. Ну или тот же самый там X-Men. Ну они тоже, правда, от Marvel. Соответственно, хотелось увидеть их вот в реальном вот мире. Вот здесь нам показывают как раз-таки реальный мир, где персонажи сражаются. А кто у нас здесь есть? У нас здесь Алистар есть, который свою способность потом покажет. А что еще мы видим? Джарвана. Это Дариус, я так понимаю, Анечка. И кто это? Это Фьора, да, насколько я понимаю? Потому что очень тяжело понять. По очкам я сначала подумал, что это Вейн. Потом я передумал, что это Вейн. Я реально в этом, как говорится, нахожусь в недоумении. Но это явно не Мисс Фортуна и не Кайса, да? Ну ладно, это, скорее всего, Фьора, потому что там будет ее ультимативная способность. Так, здесь пасхалок не было никаких. Просто красивый ролик презентации как раз-таки продажи новых скинов. И скины для ТФТ. У нас донатик пролетел. Сейчас мы его послушаем. Я промотаю на заклинания, как они выглядели, потому что мне понравилось. Мира подарил 150. Да, Мира. Заказ чемпиона. Кенен ТОП. Кенен ТОП. Но это если ТОП выпадет, тогда Кенена мы сыграем. Да, вот именно так вы можете заказывать чемпиона и портить статистику. Правда, лучше сначала, конечно же, делать ставки. Ну, это я вам советую делать. Вот как раз к моему челленджу. Делайте ставку на какую-то позицию. И заказывайте чемпионов на другие позиции. И портите, возможно, статистику другим людям. Либо, наоборот, улучшайте свою статистику, выбирая чемпиона на определенную позицию. Вот здесь вот заклинание будет, да? У нас было побег от него. Алистар дал кушку. Ну, как обычно, как в моем соло-куб, промахнулся. Да, ну это точно Фиора, потому что она выдала парирование. Дариус притянул, но не смог притянуть, тоже как в соло-куб. Единственный, кто смог нормально все сделать, это Джарван. Приблизился с комбы, выдал ульту. Правда, так как он играет в танка, дэмэджи он не нанес. И стеночка очень быстро пропала. А этот момент меня улыбнул. Ну, вы это могли видеть. Ну, что ж, этому ролику я поставлю, наверное, 6 баллов из 10. Мало разговоров, персонажи не раскрыты. Банальная реклама, ничего сверхъестественного. Рисовка концентрируется именно на персонажах, а не на всем вокруг. Потому что, например, тот же самый синематик под All Stars, который выходил, под чемпионат мира, который в таком же духе был нарисован. Задники были прорисованы великолепно. Там на каждой секунде ролика можно было нажимать паузу, и ты что-то дополнительно видел. Здесь, где бы я не нажал паузу, я ничего не вижу. Ну, что здесь? Если бы здесь была какая-нибудь надпись League of Legends связана, либо здесь что-то было бы с чем-то связано. Тогда да, задники очень пустые. Ну, даже здесь, смотрите, красочно, все красиво. Но где, где отсылки-то к League of Legends? Че-че я на это место-то смотрю? Ну, вот такая. Такое немножко легкое-легкое добыча, да? Но ничего. Такие ролики тоже нужно делать, потому что приедаются дико хорошие ролики. Так что не удивляйтесь, что такие ролики тоже у нас появляются. Это POV, понятно. Ладненько. Все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите в прямом эфире у меня челлендж тот самый. Ну, и смотрите League of Legends. Играйте в Eldrift. Она сейчас выйдет на телефон. А можете уже ее скачать, если в вашем регионе вдруг не работало. Увидимся в прямых эфирах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!